Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте еще раз поприветствовать вас в стенах этого замечательного форума. Надеюсь, наша совместная работа для нас будет очень плодотворной и крайне интересной. Ну, позвольте не останавливаться на актуальности проблемы. Мы сегодня очень много говорили о сложностях, связанных с лечением этой неблагоприятной группы пациентов. И позвольте рассказать о нашем опыте иммунотерапии в лечении нейробластомы. Итак, DC-алоганглиозид GD2. Это кислый гликосфингорипид, содержащий сиаловую кислоту. В норме он экспрессируется в основном на клетках нейрональной природы и на меланоцитах. Гиперэкспрессия этого антигена отмечается на клетках опухоли нейроэндокринной природы, на саркомах, на опухолях глиального характера центральной нервной системы. И тот факт, что практически 100% клеток нейробластомы экспрессируют GD2, делает его крайне интересным и привлекательным для таргетирования. Что же такое антигиде-2 антитела? В настоящий момент, наверное, это один из основных препаратов, который используется в иммунотерапии нейробластомы у детей. Каковы же механизмы их действия? В первую очередь, это антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность, которая осуществляется за счет связи комплекса поверхностного на опухолевой клетке антигена-антитела, связывания с ФЦ-рецептором эффекторных клеток, в первую очередь нейтрофагов, за счет этого активация, в первую очередь, анкокиллеров, активация этих клеток, уничтожение опухолевой клетки и дальнейшее запускание адаптивного иммунитета, это презентирование антигенов остальным членам клеточной эффекторной системы. Второй основной механизм – это комплементозависимая цитотоксичность. Дело в том, что клетки нейробластомы, так же, как и все наши клетки, они покрыты неактивированными участниками системы комплементарного каскада, и комплексы антигена-антитела активируют каскад белков комплемента, что в конечном итоге приводит к опционизации лизиса опухолевых клеток. И надо сказать, что этот эффект дозозависим. И имеет определенную роль прямая цитотоксичность, индукция апоптоза путем связывания поверхностных антигенов с анти-GT2-антителами прямая, хотя анти-GT2-дисиалоганглиозит не является белком, однако, тем не менее, он определенную роль играет в индукции запрограммированной клеточной смерти. Надо сказать, что в настоящее время исследуется, наверное, не менее десятка различных моноклональных анти-GT2-антител. Однако до клинической практики дошло фактически одно антитело. Это химерное человеческое мышиное антитело, которое имеет в мире два биоаналога. Американский динутуксимаб, который отличается тем, что антитела клонируются на клеточной линии мышиной мейломы. И европейский – это динутуксимабета, где химерные антитела клонируются на клеточной линии яичника китайского хомячка. Тем не менее, оба эти препарата абсолютно аналогичны между собой, и сравнение их, конечно, допустимо. Ну, теперь мне придется повторить немножко лекцию, которую до меня уже… Все те статьи, все те источники, о которых до меня уже говорили, это, пожалуй, самая крупная и первая работа, посвященная оценке клинического эффекта анти-GT2-антител по контролю минимальной остаточной болезни. Американская группа под руководством LSU провела рандомизацию более чем 200 больных на группы анти-GT2-антител с цитокинами и изотритионином, и изотритионин. И, конечно, драматическое повышение общей и безрецидивной выживаемости в группе иммунотерапии, которое позволило американской ФДА зарегистрировать динутуксимаб по ускоренной методике в качестве препарата, используемого в постконсолидации у пациентов с нейробластомой с группой высокого риска. Однако эта терапия не лишена достаточно большого количества побочных эффектов, и мы видим, что практически у 50% больных отмечалась токсичность третьей-четвертой степени, самая различная, в основном это боль. И более того, в тех курсах, где пациенты получали комбинацию анти-GT2-антител с цитокинами, эта токсичность была еще выше. Тем не менее, сами авторы в этой работе ставили вопрос о том, какой же из компонентов, применявшихся ими комплекса, оказывал наибольшее влияние на результат лечения больных. Большой интерес представляет работа, которую тоже уже цитировали сегодня. Это европейские авторы под руководством профессора Лода, группа СИАПН, огромная выборка, более 400 больных. Они рандомизируются на группы анти-GT2 с изотретианином и анти-GT2 с изотретианином и цитокинами. И мы видим, что нет никаких преимуществ у пациентов, получавших цитокины. И общая, и безрецидивная выживаемость у них фактически не отличаются. При этом в группе цитокинов большая частота 3-4 степени токсичности и значительное превышение количества прерванных курсов. Одновременно профессор Лодт проводит исследование в одном центре, которое посвящено попытке модификации введения анти-GT2 антител, пролонгации этого введения, что позволило минимизировать токсичность, снизить частоту боли и фактически перевести этот режим терапии в раздел амбулаторного. В нашем центре мы также используем непрерывную 10-дневную инфузию препарата в течение 10 дней каждого 35-дневного курса в соточной дозе 10 мг на метр квадратный. Здесь на слайде представлены критерии включения в протокол. Не надо забывать, что это дети, которые совсем недавно закончили этап аблативной консолидации, поэтому крайне важно оценить их состояние, отсутствие признаков инфекции, адекватность функций жизненно важных органов, восстановление гемопоеза. Далее, перед каждым курсом мы также оцениваем функции костного мозга, печени, почек и дыхательной системы. Крайне важная роль сопроводительной терапии – это комплекс изопиоидов, противосудорожных препаратов, анистероидных противовоспалительных препаратов и гистаминоблокаторов. На настоящий момент мы обладаем опытом лечения уже 8 пациентов, которым мы провели в сумме 19 циклов иммунотерапии. Средний возраст наших детей – около 4 лет, и наблюдаем мы за ними уже более 2 лет. При этом рецидив заболевания зарегистрирован у одной девочки. Видите, немножко больше у нас мальчиков, чем девочек, но, конечно, группа очень небольшая. Всего лишь у одного больного в нашей группе была третья стадия заболевания, остальные, конечно же, это четвертые. НМИК – положительные пациенты в половине случаев, и у одного пациента статус НМИК определить не удалось. Локальный контроль хирургический проводился обязательно всем пациентам, и у третьих пациентов это был и оперативный контроль, и лучевая терапия. О милоаблативных режимах я уже не говорю, потому что Антон Юрьевич подробно говорил об этих больных. Здесь представлена более подробная характеристика этих пациентов. Ну, что следует сказать, что к моменту консолидации ремиссии, конечно же, все дети подходили в состоянии ремиссии, и только одна девочка, у которой первичная рефрактерность, и не была достигнута санация костного мозга после восьми курсов индуктивной химиотерапии двух линий. Этой девочке мы провели гаплоидентичную трансплантацию от донора матери, добившись ремиссии заболевания, и сейчас она получает анти-GD2 антитела и находится в продолжающейся ремиссии. Вторая девочка – это, к сожалению, наша неудача, хотя, обратите внимание, длительность наблюдения 40 месяцев, то есть это фактически 4 года, но, тем не менее, по независимым от нас причинам, эта девочка лечилась изначально не у нас, нарушался тайминг заболевания, тайминг лечения заболевания девочка получала курсы нерегулярно, не удавалось достичь ремиссии у нее по месту жительства, и таким образом она получила 10 курсов химиотерапии трех линий. Последние линии – это были ресты, она получала уже у нас, и нам удалось добиться ремиссии, мы провели этапы оперативной и лучевую терапию. Девочка получила курс высокодозной полихимиотерапии, но, тем не менее, к сожалению, она запрогрессировала после первого курса анти-GD2 антител. Что касается токсичности, токсичность той или иной степени присутствовала практически у всех наших пациентов. Надо сказать, что только красным цветом отмечена токсичность третьей-четвертой степени, которую мы зарегистрировали. Это был синдром высвобождения цитокинов, он отмечался на первом дне введения каждого курса у одного ребенка и послужил причиной отказа от продолжения терапии анти-GD2 антителами именно у этого мальчика. Больше токсичности третьей-четвертой стадии мы не зафиксировали ни у кого. Наиболее изнуряющей побочным нежелательным явлением была, пожалуй, лихорадка. Тем не менее, мы справлялись с ней, и надо сказать, что у каждого конкретного пациента от курса к курсу интенсивность лихорадки снижается. И позвольте поделиться одним клиническим примером. Это мальчик, у которого заболевание манифестировало в возрасте 10 лет, выраженными осалгиями и шейной лимфоденопатии. В клиническом анализе крови мы не увидели никакой грубой патологии, небольшой лейкоцитоз, тромбоцитоз. Мы видим повышение уровня лактаты, гидрогеназы, НСЕ и ферритина. Вот наше удивление было чрезвычайно велико, когда помимо опухоли надпочечника крупной, мы обнаружили у мальчика образование паращитовидной железы, а вот с этой стороны конгломерат шейных лимфатических узлов. Мальчик был дообследован, и мы выявили у него вторую опухоль, это аденома паращитовидной железы. Степень распространенности нейробластомы была крайне выраженной, это и диффузное поражение практически всех костей скелета, это и формирование мягкотканных компонентов паравертебральных, и поражение забрюшенных лимфатических узлов. Диагноз был подтвержден морфологически, и задокументировано поражение костного мозга. Поэтому, конечно же, мы не вспоминали о аденоме паращитовидной железы. Проводя асимптоматическое лечение, мы начали интенсивную терапию нейробластомы, и нам удалось в течение пяти курсов химиотерапии достичь очень хорошего ответа по нейробластоме, добиться санации костного мозга за этот период. Так, что-то я не то нажала. Между курсами дважды мы проводили сепарацию периферических стволовых клеток, и после пятого курса ему было выполнено удаление аденомы паращитовидной железы, а после шестого уже лапароскопическое удаление опухоли левого надпочечника и лимфодисекции. Затем он получил два курса тандемной высокодозной полихимиотерапии с аутотрансплантацией периферических стволовых клеток, и на настоящий момент на фоне приема изотретионина в стандартных режимах, как принято в протоколе НБ-2004, он получил два курса анти-GT2-антител, и в настоящий момент, где-то через неделю, он поступит к нам на следующий курс. В заключение, хотелось бы сказать, что, получив в свои руки такие замечательные инструменты, направленные на контроль нейробластомы пациентов из группы высокого риска, начинаешь чувствовать себя немножко богатырем, достаточно уверенно сидящим на коне и вглядывающимся вдаль на те перспективы, которые ждут нас впереди. Однако перед нами стоит и немало вопросов. В первую очередь, это вопросы наиболее оптимальных режимов ведения анти-GT2-антител, расширение показаний к ведению анти-GT2-антител, ну и, конечно, главный для нас вопрос – это доступность этого препарата в России. Сейчас мы справились с помощью благотворительных организаций, но количество этих пациентов таково, что, наверное, благотворительным организациям справиться с этим потоком будет сложно. Благодарю за внимание. Продолжение следует...